Всем привет! Сегодня у вас на обзоре Sony Xperia X Performance. Смартфон любезно предоставлен для обзора интернет-магазина Bavimani.ua. Ссылочка с ценой и характеристиками находится под видео. Давайте начнем наши знакомства с аппаратом всего комплектации. В коробке мы найдем гарантийный талон, бокс с инструкцией и прочей макулатурой, зарядное устройство, выдающее 1,5 А, и также USB-micro-USB кабель. Приступим к знакомству непосредственно с нашим аппаратом. На фронтальной панели расположился дисплей, созданный на основе технологии Sony Bravia. Диагональ 5 дюймов. Дисплей защищен стеклом от неизвестного производителя, но оно довольно толстое, что хорошо видно при рассмотрении отверстий динамиков. Также оно закруглено по краям и плавно перетекает в боковые грани. В верхней части расположились логотип Sony, разговорный динамик, один из двух стереодинамиков и индикатор событий. И эти три элемента поместились в одну прорезь. Также вверху находятся датчики приближения, освещение, фронтальная камера и модуль NFC, о чем нам сообщает круглая наклейка. Под экраном расположился второй динамик. Кнопка домой, назад и последних приложений традиционно для Sony расположены на экране. На правой грани расположились кнопка быстрого запуска камеры, кнопка регулировки громкости и кнопка включения, блокировки, разблокировки и по совместительству сканер отпечатка пальца, который очень хорошо работает и практически безошибочно распознает отпечаток. На левой грани размещен лоток, в который можно установить две nano-сим-карты или заменить одну из симок на microSD-карту, которая поддерживает объем до 256 гигабайт. Лоток совмещен с заглушкой и они легко открываются без каких-либо специальных приспособлений. Сверху размещен разъем 3.5 мм для подключения наушников или гарнитуры, а также дополнительный микрофон. На нижней грани размещен разъем microUSB и основной микрофон. Задняя крышка сделана из алюминия, фактура которого может отличаться в зависимости от цвета смартфона и крышка также имеет закругленные края, что позволяет удобно и комфортно держать смартфон в одной руке. Ощущение точно приятнее, чем у Z-серии. В верхней части расположилась основная камера и под низ из диодная вспышка. По центру расположен логотип Xperia. Крышка не марка и практически не собирает отпечатки пальцев. Также корпус смартфона имеет влагозащиту, благодаря которой, цитирую Sony, вам больше не придется бояться воды. Уронили смартфон в воду? Не страшно, в жизни всякое бывает. Внезапный дождь, пролитый чай, ну вы можете быть спокойны. Звучит как чистая реклама, но в видео я видел, как аппарат с достоинством перенес испытание водой. Хотя если вы случайно разольете на смартфон Coca-Cola или что-то сладкое, то все может закончиться не так радужно. Дисплей смартфона изготовлен по технологии IPS в применении фирменной технологии Triluminos. Цвета очень насыщенные благодаря фирменным технологиям Life Color и Life Coral Creation и также X-Reality. Разрешение дисплея Full HD 1920x1080 точек с плотностью пикселей 441 ppi. В любых условиях картинка смотрится отлично. Под разными пламями изображение читается очень хорошо. Запаса яркости хватает для любых условий эксплуатации и дисплей меня реально порадовал. Матута смартфон показывает хороший результат и выбивает 120 979 баллов. Индекс модели F832. У односимочной версии индекс F8131. Смартфон работает под управлением Android 6.0.1 64-битной версии. Процессор Qualcomm Snapdragon 820 имеет 4 ядра, частота его 2,2 ГГц. Графический процессор Adreno 530. Оперативной памяти 4 ГБ и встроенной памяти 64 ГБ, из которых пользователю будет доступна из коробки чуть менее 49 ГБ. Основная камера 23 Мп, фронтальная камера 13 Мп. Смартфон работает в Wi-Fi сетях различных стандартов и имеет Bluetooth версии 4.0 и также NFC. Давайте посмотрим, как смартфон справляется с серьезной 3D-нагрузкой. Продолжение следует... В Rio Racing смартфон показал себя очень хорошо. Играет плавно, нареканий не вызывает. Продолжение следует... GTA запущена на максимальных настройках графики, которые доступны для этой аппаратной платформы. Тут также у нас все в порядке, игра идет отлично. Любые современные игры смартфону 100% по зубам. Во время игр смартфон немного нагревается, но руки абсолютно не обжигает. Внешняя звуковая система смартфона состоит из двух стереодинамиков. Они выдают хороший качественный звук, но, к сожалению, не могут похвастаться особой громкостью. Со звуком в хороших наушниках дела обстоят намного лучше. Качество звука и громкость на хорошем уровне. Смартфон поддерживает воспроизведение треков High Resolution Audio. Также благодаря технологии DS-EE HX треки низкого качества звучат намного лучше. Также улучшить качество звучания помогает технология Clear Audio Plus. Смартфон отделен всеми инструментами, чтобы вы реально получили удовольствие от послушивания ваших любимых треков. При использовании беспроводной гарнитуры или хорошей колонки звук также будет на уровне благодаря технологии LDAC. Основная камера смартфона построена на базе 23-мегапиксельного сенсора Exmor RS-AMX300 с предъективным гибридным автофокусом, широкоугольным объективом в 24 мм и со светосилой 2.0. По умолчанию включен супер-авторежим, который помогает рассчитать все параметры съемки за вас. Режим работы камеры можно переключать свайпом вправо, влево, либо же вверх-вниз, вне зависимости от горизонтального или вертикального положения смартфона. Также присутствует ручной режим съемки, который позволит настроить все параметры так, как это больше нравится вам. Видеокамера снимает в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду. 4К, как ни странно, к сожалению, недоступен. На сайте Sony заявлено, что это их лучшая камера. При хорошем освещении фотографии получаются хорошие. В помещении фотографии также получаются неплохие, но сказать, что это лучшее, что я видел, я точно не могу. Фотографии вечером или ночью получаются, честно говоря, так себе. Чтобы получить действительно отличные снимки, придется пользоваться ручным режимом. Субтитры сделал DimaTorzok Видеокамера снимает хорошо, но не отлично. Фронтальная камера построена на базе 13-мегапиксельного сенсора с автофокасировкой и это редкость даже среди флагманов. Фотографии и камера делают хорошо, но сказать, что они намного лучше, чем фото с фронтальных камер от других флагманов без автофокуса, я также не могу. Видеокамера снимает Full HD в 30 кадров в секунду. С фримерами фото и видео, снятыми на Sony Xperia X Performance, можно ознакомиться и сделать личные выводы по ссылке под видео. Смартфон отделен аккумулятором емкостью 2700 мА. За один час просмотра видео через Wi-Fi батарея теряет 16% заряда. Очень неплохой результат. Один час послушивания музыки и также один час сообщения, используя мобильную сеть, отнимает от батареи по 3% заряда. Также очень хороший результат. Один час серьезный требен нагрузки, в частности игры, Real Racing, либо же GTA, просаживают батарейку на 25%. Вполне неплохой результат, учитывая, что в смартфоне установлен Snapdragon 820. Это явно хорошие результаты и они явно лучше, чем у многих смартфонов с такими же процессорами и даже более емкими батареями. Софтовая часть смартфона, как уже традиционно, для Sony работает отлично. Все очень похоже на голый Android с превисованными иконками и цветовой гаммой. Также огромный плюс – это возможность гибко настраивать изображение и звук, о чем я говорил чуть ранее. Лаговый подтормаживание замечено не было. Подведу итог по смартфону. Аппарат понравился и оставил очень позитивные впечатления. Очень удобно лежит в руке, приятный, комфортный, благодаря закругленным краям. Отличный дисплей, хорошее качество звука в наушниках, очень хорошая автономность, как учитывая процессор Snapdragon 820. Приятный и хорошо работающий интерфейс. Из минусов хотел бы отметить не очень громкие динамики и не впечатляющее качество фото с основной камеры, хотя видео снимает довольно неплохо. Ссылка, где можно приобрести Sony Xperia X Performance, находится под видео. На этом свой обзор я закончил, мне будет очень приятно увидеть много лайков под видео и не забывайте подписываться на мой канал. Пока! Ты что делаешь? Нажимаешь на кнопки? На какие кнопки? А что это такое? Что это такое? Это носок. Нет, а это что за рычаг такой? Это спидометр, но это мазан. Нет, а может коробка переключения передач? Нет, это... А это что такое? Это в час, где я не в час. Это спидометр, да? Он показывает скорость, да? Да, он показывает скорость. Ну класс, да? А вот что тут надо следующая машинка, Тем? А вон там, смотри, на такой вот хот-дог нарисованный. Видишь? Хот-дог нарисован. Садишься сюда? Да. Ну давай. Змея оживила после того, как все ушли и закрыли магазин. Весь народ уже спит. Ну, откровенно вам скажу, что-то камеры от Sony, даже флагманов, меня что-то не сильно радуют. В общем, на обзоре скажу. Тестаю видео фронтальной камеры Sony Xperia X. Перфоманс. Темчик, иди сюда. Темчик. Темчик, смотри. Это видео Sony Xperia X. Перфоманс, по-моему. В общем, тесто видео в вечернее время. При достаточно освещенности. Ну, относительно. Фронталочки Sony Xperia X Performance, да? Ну, в общем, в вечернее время при достаточном количестве света. Камера с автококусировкой. Интересно просто, как она работает в таких условиях. Ну, как-то хорошее. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok